Купили билеты и идем в замок Стерлинг. Билеты на посещение замка покупать лучше всего на веб-сайте замка. Ссылка на сайт замка внизу под видео или QR-код на экране. Скала, на котором стоит замок Стерлинг, возможно с древних времен использовалась как поселение местных племен. Проходили тут и древние римляне. В церковных хрониках, в описании о сражении при Боннагберне упоминается старая римская дорога, ведущая в Стерлинг. Однако нет археологических свидетельств заселения замковой горы до Средневековья. Один из средневековых хронистов связывал Стерлинг со двором легендарного короля Артура. Почти в каждом, более-менее историческом месте в Великобритании можно услышать, что король Артур со своими рыцарями круглого стола находился именно в этом месте. А таких мест только в Великобритании больше десятка. Первое упоминание о замке Стерлинг датируется примерно 1110 годом, когда шотландский король Александр I построил там часовню. Позже Стерлинг стал королевским городом, а замок важным административным центром. Замок был захвачен англичанами в 1174 году. После битвы у Стерлингского моста в 1297 году, о которой рассказывал в прошлой серии, шотландцы вернули замок. Но в 1304 году английский король Эдуард I по прозвищу «Длинноногий» решил вернуть себе замок опять. Единственным человеком, не получившим королевского прощения, был личный враг Эдуарда I, сэр Уильям Уоллес. Армия Эдуарда прибыла в апреле 1304 года, имея по меньшей мере 17 осадных машин. Шотландцы капитулировали 20 июля, но Эдуард сказал «фигу вам» и приказал гарнизону вернуться в замок, поскольку он еще не развернул свою новейшую машину Warwolf. Считается, что боевой волк был самым большим требушетом из когда-либо построенных в истории. Три месяца собирали этот гигантский требушет. Построили трибуны для зрителей. Содрали весь свинец с близлежащих церквей для противовеса. Мало того, защитникам крепости тоже было страшно интересно наблюдать за строительством этой боевой машины. Они даже расширили одно окно в замке. Три бушет выстрелил и разрушил часть здания крепости. Защитники крепости были в ужасе и сдались. После сражения при Банакберне в 1314 году, Роберт Брюс приказал разрушить крепости Стерлинга и Единбурга. Защитные сооружения были разрушены, чтобы предотвратить повторную оккупацию англичанами. Самые старые постройки в замке 14-15 веков. Можно мне сказать, вот самая старая часть замка, это вот это вот здание. Там кухня типа находилась. Зайдем туда и посмотрим огромную средневековую кухню. Лично мне больше всего понравилась эта часть замка. Предположу, что когда-то в будущем, все эти фигуры будут двигаться. Но это видимо в будущем. Сводчатые подвалы, которые служили кухней в замке Стерлинг, были обнаружены в 1920 году. Сюда входили пекарня и кладовая для хлеба. Сохранились описания средневекового меню. В замке Стерлинг от февраля 1594 года. Восьми женщинам-аристократкам, сопровождавшим принца Генриха, предлагалось ежедневно на ужин по мясным и рыбным дням. В мясной день на первое блюдо подают кусок говядины, два куска размокшей баранины, вареную птицу и шесть разных блюд похлебки. Котик спит на лавке. Второе блюдо – это 12 жареных разных блюд, на усмотрение хозяина дома. Рыбный день, который в то время был по пятницам, предлагалось 12 разных рыбных блюд на первое. Плюс к этому сливовый соус, чернослив, рис, сливочное масло, яйца, жареные тосты, молоко и хлеб, горошек, устрицы, зеленая капуста. Второе блюдо – это 8 блюд в зависимости от сезона, а также десерты. Изюм, кондитерские изделия и яблоки. Как обычно другие слуги питались остатками еды. Был еще один стол для кормилицы хозяйки и женщин, качавших колыбель. И еще один для врачей и аптекаря, а также для акушерки. В меню также представлены Кларет, Эль, из Таверной, импортное немецкое пиво. Кларет – это белое вино с пряностями. Морепродукты. Овощи с грядок. Ой, щуки какие! Большие щуки и дорадо-морские окуни. Вот, попробуйте купить сейчас где-нибудь в Великобритании щуку. Приготовление еды на кухне, видимо, шло без перерыва. Да, 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 да. У вас щусь? Нет, это щука. А, щука. Это, наверное, дорадо-морская? Да, похоже на это. Нормы питания для семьи Якова VI в 1568 году были установлены регентом Мореем. Слуги должны были иметь, во-первых, ежедневно 14 больших порций хлеба, полтора литра вина, 5 литров эли. Миледи и ее слугам ежедневно на кухне в мясной день подают 2 кусочка говядины, 2 отварные птицы, 2 жареных каплуна, 3 четвертинки баранины, козленка, гарнир из телятины, 6 цыплят или голубей, запеченное мясо только для Миледи, фрукты и зажаренный лебедь, похлебку по их усмотрению, а в рыбные дни подают множество блюд из различных морепродуктов. В штат входил и кондитер. Уже приготовленная щука, с апельсинами. Пятница был рыбным днем в то время. Косули добытые на охоте. Под потолком висят окорока. Слово мармелад происходит не от сочетания слов Мэри и Малады, как иногда утверждают, а от португальского слова, обозначающего айву. Португальская айвовая паста называлась мармелада. Мэри, безусловно, любила айвовое варенье, называемое во Франции котиньяк, а в Шотландии мармелад. Фрукты считались продуктами питания и лекарствами. Пекари хлеб пекут. Пекари хлеб пекут. Почти все нынешние здания в замке были построены между 1490 и 1600 годами, когда стерлинг был превращен в главный королевский центр королями Яковом IV, Яковом V и Яковом VI стюартами. Интриги, заговоры и убийства нередко происходили в замке стерлингов средние века. Нормальное явление для этой эпохи. В королевской резиденции устраивались рыцарские турниры, принимались гости и шло веселье. Король Яков III, проживавший здесь с августейшим семейством, горячо любил свою резиденцию, а потому постоянно что-то достраивал, благоустраивал, улучшал. При Якове IV в замке отстраивают крепостные стены и большой дворец. Яков IV знал восемь языков, был большим любителем наук, искусства и литературы. Во времена его правления в замке принимали всех, кто приходил к королю, среди которых были и совершенно подозрительные личности, которые с жаром уверяли, что способны раскрыть тайну философского камня, и государь давал им приют. Один из них был Джон Дамиан де Фалькуис. Ему дали прозвище «французская пиявка». Оно может показаться оскорбительным, однако пиявками в ту эпоху в Шотландии также называли врачей, за их любовь к лечению пиявками. В 1507 году Фалькуис пришел к Якову IV и заявил ему, что он добился значительного прогресса в своих изысканиях и обрел способность летать по воздуху как птица с помощью двух больших волшебных крыльев. И что он может это доказать, пролетев по воздуху от замка Стерлинг до Франции? Заявление алхимика наделало много шуму при дворе и когда настал день первого полета. Во дворе замка Стерлинг собралась огромная толпа народу. Согласно этим источникам, Фалькуис взмахнул крыльями, стоя на вершине стены и полетел. Правда не вверх, а вниз, упав с позором в большую мусорную кучу. Алхимик тут же заявил, что его неудача была вызвана неправильными перьями, якобы он вместо орлиных взял куриные. Однако это не помогло и народ высмеял его, дав прозвище Человек-Птица из замка Стерлинг. После чего Фалькуис якобы канул куда-то небытие из-за немилости короля. Джон Дамиан надеялся создать, вещество которое, по его мнению, могло превращать неблагородные металлы в золото, излечивать болезни и продлевать жизнь. Король Яков IV поддерживал эту работу, оплачивая расходы Джона. Алхимические печи и дорогие ингредиенты, необходимые для его экспериментов. Алхимики были помехой для современных ученых, чьи работы очень нравились монархам как покровителям образования и искусства. На праздник по случаю крещения принца Генриха в замке Стерлинга, который устраивал король Яков VI, в августе 1594 года, был изготовлен корабль с русалками и пушками. Банкет включал в себя десерты, приготовленные в форме рыбы, фламандским сахарным кондитером Жаком де Буси, которые подавались в большом зале с модели корабля с работающей пушкой. Сахарная рыба подавалась в бокалах с вином, поставляемых придворным сомелье Джеромом Боуи. Нагруженный сахаром корабль символизировал удачу короля и королевы в их путешествии через Северное море и ее благополучное избавление от заговора ведьм. Для украшения этого праздника привезли все, что только можно достать из моря. Всевозможные виды рыб, сельц, сиги, камбала, устрицы, моллюски, крабы, омары и много еще чего. И пока корабль разгружался, Орион, сидевший на носу камбоза, который напоминал формой рыбу дельфина, играл на своей арфе. Вот в этот холл вплывал корабль с различной едой и выпивкой. Позже это назовут изысканный банкет с большим изобилием. Девушки в костюмах русалок подносили угощения к столам гостей. Так они были голые. Совершенно голые. К сожалению, все, что можно увидеть сейчас в холле, сделано в конце 20 века. Долгое время тут находились военные казармы. И ничего не осталось, кроме стен. Вот крышу современную сделали, и по старым технологиям. Молодцы. Балки потолка скреплены деревянными колышками вместо гвоздей. Но пока выглядит все бедненько. Возможно, в будущем, чем-то украсит интерьер. Мария Стюарт короновалась в этом замке. Хронисты пишут, что во время церемонии Мария Иголька плакала. И неудивительно, ведь королеве на тот момент было всего-то 9 месяцев. В Стерлинге провел свое детство король Яков VI Шотландский. Впоследствии он короновался как Яков I английский. Король Англии Шотландии и Ирландии. После того, как Яков I в 1603 году переехал со всей своей свитой в Лондон. Замок опустел. Король побывал с тех пор в Шотландии только один раз, через 14 лет, в 1617 году. Яков был одним из самых образованных людей своего времени, знал не только латынь, но и древнегреческий язык, слагал стихи по-шотландски и по-латыни, написал книгу наставлений своему сыну, трактаты о демонологии и о вреде табака. Став первооткрывателем последней темы. Его время ознаменовано продолжением ренессансного расцвета культуры, начавшегося еще при Елизавете. При нем творили Шекспир, Бен Джонсон и многие другие. Яков присвоил трупе Шекспира статус королевской. Король поощрял исследования алхимиков и новые работы в сфере медицины и естествознания. Король легко попадал под влияние привлекательных и энергичных дворян, что давало повод подозревать Якова I в гомосексуальных наклонностях. Первым фаворитом короля стал 34-летний герцог Леннокс, которому юный Яков I фактически доверил управлять страной от своего имени. Гомосексуальные наклонности короля породили известную в его время поговорку. Елизавета была королем, а Яков был королевой. Однако это не помешало королеве Анне Датской, его жене родить семерых детей. Хотите там? Там новодел. Единственное, что сделано, потолок по старому силу, без гвоздей, колбаски деревянные. Это интересно. И там троны стоят, новоделы. Можно фотографироваться за ним. Садиться? Ну, а там ничего нет. Можно идти там. Поговору, на стол. Ага. Поговорю, на стол. Это часовня была построена всего за 7 месяцев по приказу Якова VI, который хотел найти подходящее место для крещения своего сына и наследника принца Генриха. Часовня восстановлена в конце 20 века. Надеюсь, что в будущем сюда может какой-то крест установить. Хотя кто знает? История в картинках. От масонов, строителей замка. До современных реставраторов. В 1562 году королева Мария вернулась в замок Стерлинг после смерти своего мужа. Короля Франции, Франциско. Одна из ее служанок, которая считала себя предсказательницей, озвучила, что Мария находится в опасности. Как воду глядела. В замке тоже обитают призраки и привидения. А как же жить в Шотландии без привидений? Замок без привидений, это нонсенс. О призраке, известном как Зеленая Леди, местные жители и экскурсоводы говорят, что она один из самых страшных призраков в замке. Никто не знает, кто она была на самом деле. Но есть две теории. Она могла быть дочерью военного командира, которая покончила с собой из-за несчастных любовных отношений, или служанкой королевы Шотландии Марии. Говорят, что однажды ночью, когда служанка присматривала за мэри, она почувствовала, что засыпает. Измученная постоянным наблюдением, девушка закрыла глаза, но на мгновение. И проснулась, обнаружив, что кровать ее королевы охвачена пламенем. По иронии судьбы, огонь исходил от свечи, которую зажгла служанка, чтобы гарантировать, что, если королева проснется во время сна, свет ее успокоит. Комната наполнилась дымом и огнем, а королеву, чья собственная одежда уже горела, невозможно было разбудить. Молодая девушка звала на помощь так громко, как только могла. В конце концов, и потерявшая сознание королева, и окаменевшая девушка были спасены, королева пережила травмирующее событие. А девушка умерла от ран, и несмотря на ее усилия по спасению королевы, людская память о ней сохранила, только цвет ее платья, по которому ее и помнят. Розовая леди. Еще один известный призрак, который бродит по замку. Ее история особенно ужасна, она якобы была убита своим мужем в приступе ревности, когда он поймал ее с поличным, за изменой. Ее часто можно увидеть в розовой комнате замка, которая была названа в ее чести, как говорят, она излучает жуткую энергию. Другой женский фантом, которого часто можно увидеть в замке, это женщина-призрак, которая что-то ищет. Считается, что она была служанкой, работавшей на кухне замка, и ее присутствие часто сопровождалось запахом выпекаемого хлеба. Наконец, есть дама в белом, призрак, которого часто можно увидеть в большом зале замка. Говорят, что она является призраком женщины, которая была заточена в замке и умерла от голода. Хотя нет никаких научных доказательств существования призраков, легенды, окружающие замок стерлинг, продолжают захватывать воображение людей. Исследования, проведенные в 2011 году, показали, что круглый стол короля Артура вполне мог быть спрятан под историческим королевским узлом, который находится под замком. Писатели, в том числе Джон Барбур и сэр Дэвид Линдсей, уже более шести столетий связывают эту достопримечательность с легендой о короле Артуре. Девять скелетов, датируемых 1200-1400 годами, были обнаружены в давно утраченной королевской часовне в 2008 году. Считается, что это, должно быть, были люди высокого ранга, раз их похоронили в замке. Сады королевы Анны. Тихий и красивый сад на солнечной южной стороне замка, с которого открывается вид на апартаменты королевы и башню принца. Возможно, с 1400-х годов здесь находился королевский сад. А в 1620-х годах плоская лужайка была превращена в площадку для игры в боулинг. Сады королевы Анны. Королевский дворец Якова V. Реставраторы продолжают воссоздавать мир шотландской королевской семьи 1500-х годов. Он напоминает времена, когда здесь прошло детство Марии Стюарт, королевы Шотландии. Костюмированные работники музея рассказывают посетителям о дворце и интригах, происходивших в его стенах. Дворец является одним из наиболее хорошо сохранившихся зданий и возрождения в Великобритании. Помещение было отреставрировано и теперь выглядит так, как могло выглядеть примерно в 1540-х годах. Королевские покои включают в себя великолепные комнаты, где дворяне и придворные встречали своего монарха, и спальни, где члены королевской семьи уединялись со своими ближайшими спутниками. Здесь также находятся яркие копии голов стерлинга и захватывающие дух гобелены, охота на единорога, новосоздание которых ушло много лет и стоимость которых составила 2 миллиона фунтов стерлингов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Это дубовые медальоны, на которых вырезаны изображения королей, королев, дворян, римских императоров и персонажей из Библии и классической мифологии ДимаTorzok Тут показано, как долго и тщательно и тщательно воссоздаются гобелены ДимаTorzок ДимаTorzок В замке также расположен полковой музей ДимаTorzok 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 Дима Торзоо Дима Торзок ДимаTorzок ДимаTorzок Продолжение следует... 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 Продолжение следует...